Что ж, друзья, настало время подвести такой промежуточный итог эксплуатации берцов компании Фарадей. Маленький сюжет. Я купил себе новые берцы. Это отечественный продукт. Берцы компании Фарадей. Пока я доволен. Хотя это их первый поход, но даже намека на потертости нету. Хотя разнашивал всего два дня. Сходил на работу. Я дико доволен. Ну вот. Такой вот берц. Чистая кожа везде одна. Голая. Прикольно. Уже так по грязи потоптал его. Нормально. Я купил их в сентябре прошлого года. То есть активно я их таскаю 10 месяцев. Сейчас июнь. Вот. Причем я в них был уже в двух дальних походах. На Кавказе и в Мещере. Ну а в коротких тут вообще целая туча прошла. Более того, я их носил всю зиму фактически. И как основную обувь. Вот. Что могу сказать. Классные ботинки. Сейчас посмотрим, в каком они состоянии. Ну вот. 10 месяцев подходил. В принципе, чуть подстерлось подошло. Естественно. Ну сейчас я в лесу. Вот. Подошло грязное. Вот. А так. Просто все идеально. У них своя вот такая вот родная стелька. Я с родной стелькой хожу. Первый раз я в берцах оставил родную стельку. Потому что обычно я всегда их меняю на войлочную свою. Потому что стельки слабые. Здесь отлично все. Вот. Ни разу я не стер ноги. Хотя, может быть, мне так круто повезло. Правда, неоднократно я их промачивал. Но, скажем так. Мокли они в основном через верх. То есть я их набирал через верх. И они замечательно быстро сохнут. Вот. Естественно, берцы надо обрабатывать. Вот. Надо их чистить. Надо их обрабатывать парафином. Вот. Ну я вот пока обхожусь только обычным кремом для ботинок. С собой я его тоже таскаю в дальние походы. Потому что, ну, ботинок надо периодически обрабатывать, чтобы он не пропускал воду. Это у меня 211 модель, насколько я помню. Если честно, я не очень хорошо помню, но, по-моему, 211. Как мне объяснили, это обычные солдатские берцы. То есть для рядового состава нашей армии. Я очень доволен. Конечно, может быть, тут и вероятность случайности быть какая-то, что вот мне так реально подфартило, подвезло. Но я доволен. Я доволен этими берцами. Вот. И в них я пойду и в экспедицию, в ближайшую, да, на Белое море мы идем. Вот. Еще прогоню еще их и там. Так протестируем, да, своего рода. На мой взгляд. Ну, я вообще сторонник берц, потому что я носил носил трекинговую обувь довольно долго. Вот. Но как-то вот я последние несколько лет уже, где-то, наверное, года 10-го, перешел на берцы. И у меня были проблемы, потому что мои первые берцы были просто великолепные. Это были берцы питерского производства. По-моему, элит спецоба их делала. Вот. Я их протаскал два года. Естественно, за два года они у меня стерлись, подошвы, потому что таскал очень интенсивно. Потом я купил себе берцы датские. Очень хорошие берцы были. Вот. В Риге покупал. На удивление просто то, что размер там попался нужный мне 47-й. Потому что у меня, так сказать, половинка, у меня 46 с половиной, да, и, как говорится, половинки сейчас никто не делает. Вот. Найти найти берцы такого размера на самом деле достаточно сложно, потому что делают наиболее ходовые, то есть до 44-го, 45-го, а 47-й это проблема. Вот. И в датских ботинках я в общем даже дважды их менял. Но вот что помню, то, что датские ботинки, эти датские берцы армейские, они тянули где-то год. Вот я год в них отхожу, и они начинают разваливаться. И разваливались они в одном, в том же месте они протирались вот здесь вот, на запятнике, да. Здесь всегда у нас образуется вот такая складка, и здесь появлялась дыра, и через нее, как говорится, начинала течь вода. Кстати говоря, питерские тоже здесь же протерлись. Вот. Ну, Фарадей пока держится. Все классно. Вот. Причем достаточно, ну, где-то за год они пробивались. Вот. И я бы снова, наверное, купил датские берцы, но они пропали из продажи. Как мне объяснили в Латвии, это были типа как ну, поставки, поставки из запасников датской армии. Вот. Они поставили какую-то небольшую партию. Вот. Берцы кончились, новых они поставлять не будут. Так что, вот, пришлось отказаться от услуг Европы и искать свое. Вот. И со своим здесь у меня возникли серьезные проблемы, потому что я дважды покупал белорусские берцы и дважды обжигался. То есть первые развалились очень быстро, дырка в подпятнике я ее зашил, но лопнула поперек подошву, вот так вот разошлась у первых. Причем эта дырка в подпятнике была уже после первого дальнего похода, то есть они протянули максимум месяц-два. Вторые берцы я купил в прошлом году, когда собирался идти на идти в Гималайи. И они лопнули уже в Гималаях. То есть мы шли на маршруте, причем в самом начале маршрута, где-то на второй или третий день на прыжке тигра Виктор сзади идет и говорит, слушай, у тебя дырка на ботинке. Вот, я посмотрел, да, действительно, дыра, я зашил, ну, пельца, тогда я на это дело просто плюла, потому как в Гималаях, там, в Тибете там было сухо совершенно, вот, а вернувшись в Москву, я их зашил, ну, думаю, жалко, клядься, сразу так выбрасывать, потому что были достаточно удобные, они, кажется, так, комфортно нога себя чувствовала в этих берцах, вот, ну, и Таганай еще как-то мы протянули, а когда пошли в Хибинах, там наступила полная засада. Продолжаем тестировать ботинки белорусской фирмы Largos, я купил их в марте перед Гималаями, в Гималаях они у меня полетели на второй день, расползлась, расползся с задних здесь, вот, мучился страшенно, но ничего, дошли, после чего я зашил, заклеил, дал в починку, мне починили, ну, как бы, ботинки есть, размера нет, приходится ковыряться, вот, и успел сходить на Таганай и на Кавказ, на Кавказе они стали разваливаться, вот, отходит эта самая прошивка у них, проклейка, точнее, вот, стала отходить, но это я так подумал, что это еще ерунда, пошли мы на Хибины, ну, думаю, ну, хоть один сезон-то я дотянул, не развалится, и вчера мы попали в хорошую такую мокротень, и теперь смотрите, оказывается, какой фокус-покус, эта стелька моя, эта стелька родная от Ларгаса, а теперь, фут уже на мой рюкзак, я положил, ну, ладно, я бросил, бросил, а теперь фокус-покус, подошва картоновая, и дыра просто вот в ботинок дырень, заходите, пожалуйста, и это на обоих ботинках, вот такая вот замечательная фирма. Я реально обалдел совершенно, кажется, доносил, конечно, поход, менять негде было берцы, но вернувшись, я стал искать, и, кажется, один хороший человек мне присоветовал купить фарадей, вот я, кажется, теперь в них хожу, вот, причем я ходил в них, кажется, вот, и зимой, в том числе, вот, мещерский поход, который к метеориту был, то есть, поход фактически по снегу шел, да, вот, и, кажется, в чумы мы ходили, тоже я в них ходил, да, единственное, что одевал, бахил, не бахил, этот самый, гамаши, одевал, вот, ну, держит, держит, конечно, на снегу все сыреет, но не мокрая, нога, сырая, потом моментом у костра или у печки сохнет все это дело, так что, ботинки хорошие, нравится, ну, как говорится, как они себя дальше поведут, ну, говорится, сообщу, расскажу, вот, так скажем, промежуточный тест, по идее, закончить надо тем, когда они развалятся, посмотрю, дотаскать до такого состояния, но пока я, пока я ими сильно доволен, с вами был Андрей Чайкин, пока!